В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. На Ямале завершился этап по выдвижению регистрации кандидатов. Впереди агитация и время подвести предварительные итоги большой избирательной кампании. Муравленковские хирурги провели уникальную операцию. С помощью современного оборудования пациентки восстановили функцию пищевода. Пожарная охрана города готовится к 25-летию МЧС России. Первыми огнеборцев поздравили дети из пришкольного лагеря КИП. На Ямале завершился этап избирательных процедур по выдвижению и регистрации кандидатов. Конкурс в законодательном собрании довольно высок. 8 человек на место. В одномандатных округах конкуренция сильно снизилась. С дистанции сошли забывшие о собственной судимости кандидаты и те, кто представил недостоверные подписи. 17 августа в округе стартовала агитация и есть повод подвести предварительные итоги подготовки к большой избирательной кампании. Подробности в следующем сюжете. По России 13 сентября пройдет более 10 тысяч избирательных кампаний. Из них 21 на Ямале. Главная особенность этой гонки – небывалая активность малых партий. Для них выборы в региональное ЗАГС собрание – разминка перед битвой за место в Госдуме. На кресло в окружном парламенте претендуют 6 партий. Из них 2 не парламентские. С выборной дистанции сошли 3. Оставшиеся прямо заявляют – мы готовы драться за власть. В муниципальных выборах мы не участвуем. А что касается мест в парламенте, это опять же все зависит от наших избирателей. Насколько доверие они нам окажут, партия и Родина, столько мест у нас и будет. Родине улыбнулась Фортуна. В избирательных бюллетенях она номер один. Ее лидер пробовался как одномандатник. Провалился на этапе сбора подписей. Недоработки подписчиков признает, но не забывает посетовать на сложность выборного регионального законодательства. С ним солидарен и один из его авторов. Особенно его напрягает весомость статьи об агитации. Я не поддерживаю понятие честной выборы. Я говорю, они должны быть на основании закона. Давайте соблюдать закон в равной степени все. Научимся. Хотя я категорически выступаю и критикую этот закон, поскольку он, во-первых, очень емкий. И даже мне, который фактически стоял у истоков написания этого закона еще в 1994 году, трудно его воспринимать. Специфику ямальского выборного законодательства отмечает еще один мастодонт в политике – КПРФ. Но на организацию предварительного этапа не жалуется. Все решается в рабочем порядке. Нынешний лидер коммунистов Елена Кукушкина на позитиве. Ее забавляет даже Димарш ее предшественника Олега Клементьева, когда тот пошел по домам с рассказом об истинном положении дел в парт-ячейке. Для нас, политиков, любая информация, кроме некролога, это нам на руку. Это понятно. Но, тем не менее, скандалов в партийной организации как таковых нет. Мы рассчитывали как минимум два места получить и до сих пор на эти два места рассчитываем. Я думаю, что мы их получим. Примечательно, что получить как минимум два мандата рассчитывают абсолютно все партии. Похоже, они забывают прошедший праймерис единороссов и их активность. Партия участвует абсолютно во всех выборах. Ее команда самая многочисленная, а настрой самый решительный. Я считаю, что в абсолютно конкурентной борьбе, доказывая работой и делами, нужно выстраивать выборную кампанию. Мы, в принципе, так и делаем, и будем этого придерживаться впредь. В одномандатных округах конкуренция сильно снизилась, но страсти накалились. К примеру, в Салихардском округе из восьми кандидатов остались пятеро. Все политические тяжеловесы. Вице-спикер парламента Елена Зленко, лидер справедливого Роса Валерий Степанченко и зам-координатора ЛДПР Андрей Кузнецов. Как говорится, будем являться действительно второй важной и, наверное, опорной партией на Ямале, которая будет в то время ту партию, которая станет победителем, не давать ей спать и активно работать на развитии экономики Ямала. Одномандатник Елена Зленко сама разбудит кого угодно. В июне ее инициатива о предоставлении в удобное время отпусков родителям детей-инвалидов обрела статус федерального закона. И это один из наказов, который она получила в предыдущую избирательную кампанию. Ее она тоже прошла как одномандатник. Одномандатник – это всегда разговор с людьми лицом к лицу, глаза в глаза. И здесь очень важно, что ты прочитаешь в этих глазах, какие наказы тебе скажут людям, какой отклик ты в душах людей вызываешь. Мне кажется, этот этап очень и очень важен предыдущей кампании, потому что каждый депутат должен сверить свои дела, мысли и чувства с теми, кто его выбирает. Впереди почти месяц агитации или борьбы платформ, идеологий, партийных брендов и личностей. В любом случае за месяц избиратель просто обязан определиться в своих предпочтениях. Выборы – слишком серьезное дело, чтобы устраняться и доверять свой выбор другим. Юлия Лучникова, Андрей Нагибинтель, радиокомпания «Муравленко-ТВ» при поддержке Департамента внутренней политики Ямала. В преддверии единого дня голосования в городе начались встречи с трудовыми коллективами предприятий и учреждений. В диалогах с горожанами принимают участие представители филиала «Газпромнефть» Муравленко и Законодательного собрания Ямала. На встречах жителям напоминают о предстоящей избирательной кампании 13 сентября, когда муравленковцам предстоит выбрать депутатов в парламент округа, Тюменскую областную думу и местный представительный орган. Особый акцент в общении с горожанами. Участники встреч делают на значимость предстоящих выборов и технических правилах голосования. От того, кто будет представлять наш город в окружном парламенте и областной думе, во многом зависит дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования. Встречи с населением продлятся до 8 сентября. Когда болезнь запущена, единственный выход – операция. И здесь на помощь врачам приходят современные технологии. Уникальную для Муравленко операцию провели хирурги городской больницы. Она уже не первая на их счету. В этот раз пациенткой стала женщина. Врачам удалось произвести сложные операционные действия не только благодаря новейшим технологиям, но и, конечно же, слаженности бригады. Эльвировали Ахметова подробнее. Это когда хирургическим способом мы желудок перемещаем в его нормальное состояние и, соответственно, ушиваем до нужного нам размера. Дмитрий Чалков с помощью презентационных и видеоматериалов рассказывает о патологии, которую его бригаде удалось устранить. Болезнь прогрессировала с каждым годом. Это уникальная своего рода операция с использованием новейших технологий, инструментов и эндовидеоскопического оборудования. Сделано в нашем городе впервые. 65-летние пациентки удалили грыжу пищевода. Это патология, которая требует довольно большой объемной бригады. То есть это работа, по сути, коллектива. Это не работа одного хирурга, который технически выполнил эту операцию, а это работа всего коллектива. Такая операция длится около четырех часов, требует большого инструментария и знаний. Бригада муравленковских медиков проводила операцию вместе со специалистами окружной больницы. Прежде такие манипуляции выполнялись только в Салихардской клинической больнице и даже за пределами Ямала. Теперь и муравленковские хирурги справились успешно. Плюсы эндовидеоскопических методик – это, первое всего, малая травматичность. Соответственно, снижается болевой синдром послеоперационный. Снижаются расходы на анальгетики, которые нужны для того, чтобы подавлять болевой синдром. Снижаются сроки нетрудоспособности. То есть это все экономически давно обосновано. Устранить патологию удалось и благодаря новейшему аппарату стоимостью 3,5 миллиона рублей. С его помощью теперь можно удалять даже самое сложное поражение. В городской больнице он находится временно на так называемой апробации. Но опыт показал, от традиционных методов оперативного вмешательства уже можно отходить. Поэтому руководство городской больницы заинтересовано в скорейшем приобретении этого новейшего оборудования. В пожарной охране города продолжаются мероприятия, приуроченные к 25-летию МЧС России. Очередное прошло для воспитанников летнего оздоровительного лагеря КИД. Ни один день у этих ребят не обходится без новых впечатлений. В этот раз они отправились на экскурсию в городскую пожарную часть. Многие дети мечтают в детстве выбирать все профессии. Мы проводим такие мероприятия для того, чтобы больше людей выбирало именно нашу профессию. Стремились к этому. Для этого у нас предоставлены такие выставки. Сегодня мы проводим федеральную выставку. Называется она «Мы первыми приходим на помощь и служим людям». Проводится она в честь 25-летия МЧС России для популяризации нашего министерства. Очень большой объем фотографий. Очень много информации предоставлено на этих фотографиях. Больше всего эмоций вызвало посещение музейной комнаты. Многие тут же делали фото на память. Сотрудники противопожарной службы рассказали об истории создания МЧС, значении символики Министерства по чрезвычайным ситуациям. Особенно поразили детей рассказы о создании князем Иваном III первой пожарной охраны в России. И такие интересные факты, к примеру, что когда-то для тушения горящих нефтяных разливов использовалась обычная пивная пена. Завершился поход в пожарную часть посещением памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Ребята интересовались, как и при каких обстоятельствах погибли огнеборцы, что стало причиной пожаров. В завершении организаторы еще раз напомнили воспитанникам лагеря об осторожности и опасности игр с огнем. Он очищает, питает, заряжает энергией, защищает от простуды и спасает от сердечных болезней. Все это под силу уникальному продукту. В Муравленко открылась ярмарка меда. Сейчас самое время пополнить запасы этого природного лекарства, ведь впереди холодная осень. Чем в этот раз порадовали пчеловоды-горожан, расскажет моя коллега Татьяна Бойко. Сюжет на правах рекламы. С моим зверобоем вторая молдс начинается. Это не просто медовая ярмарка, а настоящий рай до сладкоежек. Каких только видов меда нет на этом прилавке. Каждый имеет свой неповторимый вкус, запах, цвет и целебное качество. Чего только стоит мед из лопуха. Название не звучит, но полезные свойства, которыми обладает этот продукт, волшебны. Он обладает противоопухолим свойством, противопадением волос. За большое содержание кальция лечат не только больные суставы. Это единственный мед, который в небольшом количестве вводит межкостную жидкость для суставов. Какими лечебными свойствами обладает растение? Пчелка взяла нектар. Все лечебные свойства с растениями приходят на мед. Поэтому каждый мед лечит определенные заболевания и органы. Не только медом богата эта ярмарка, но и другими продуктами пчеловодства. Пирга, пыльца, прополис, живица. Отдельного внимания заслуживает маточное молочко. Оно помогает продлить молодость и повысить иммунитет. Это лакомство незаменимо и для детского организма, так как содержит гормон роста. Опытные пчеловоды не только подскажут, на какой продукт обратить внимание, но и дадут попробовать разные сорта. Остается только выбрать на свой вкус. Многим муравленковцам, постоянным покупателям на медовой ярмарке давно приглянулись такие виды, как липовый мед – первое лекарство при простудных заболеваниях, майский, собранный более чем из ста цветов Башкоркастана, и, конечно, горный алтайский. Горный мед, просто там очень много медоносов, более 40 трав, собраны в экологически чистых районах горного Алтая. Даже есть такая притча. Бог создавал землю, сделал в одном месте гор, в одном леса, и в конце много-много всего осталось. Он взял все это и в Алтай кинул. Этот мед богат витаминами и микроэлементами. Рост цен продукты пчеловодства обошлись стороной. Стоимость меда осталась на уровне прошлого года – от 200 рублей за килограмм. Ярмарка меда расположилась прямо у центрального входа суперрынка. У вас есть еще время пополнить запасы полезного лекарства на зиму. Ярмарка меда будет работать до 23 августа с 10 до 19 часов. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски доступны и в интернете на сайте нашей компании. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин